Летом далекого 2015 года мы выпустили наш дебютный эпизод сериала Капсюль, и тогда мы решили начать с французской винтовки Лебель, родоначальницей всех современных винтовок Первой мировой. Из-за того, что изначально мы планировали совместно проект с нашими друзьями с канала Великая война, первые эпизоды были на французскую тематику и готовились в ужасной спешке. В конце концов, внутренние проблемы наших друзей задержали выпуск их эпизодов аж на несколько месяцев, и вышло так, что мы спешили зря. Из-за этого я давно считал, что Лебель заслуживает куда более качественного выпуска. Итак, сейчас вы увидите перевыпуск, ремейк первого эпизода, и он появится в сериале как первый эпизод, чтобы не получилось два выпуска про один и тот же образец. Старый эпизод останется доступным отдельно, и специально для Ютуба я размещу ссылку на него в описании к этому видео. В общем, спасибо вам всем, и надеюсь вам понравится этот, скажем так, повторный визит к оружию, который требовало дополнительного освещения. И кроме того, я хотел бы отдельно поблагодарить Яна за его помощь. Мы получили доступ к эксклюзивным материалам для его новой книги, которая готовится к выпуску. И если вы об этом еще не знаете, или смотрите этот выпуск в будущем, когда она уже вышла, и захотите узнать больше о французских винтовках, возьмите эту книгу. Опять же, ссылка в описании. Франция стала первой страной, принявшей на вооружение винтовку на бездывном порохе, буквально шаловив при этом весь мир, и тем самым начала сумасшедшую гонку перевооружения армии по всему земному шару. К началу Первой мировой войны, спустя почти 30 лет с момента принятия на вооружение, винтовка Лебель все еще оставалась штатной, став таким образом старейшей винтовкой первой линии в том конфликте. Привет, я Таес, и это, ух, извините, забыл французский, это Фусиль модель Е1886 модель Фи 93, знаменитая винтовка Лебель. Давайте поставим ее на белый фон. Первая винтовка на бездымном порохе и представительница ранних магазинок, эта пехотная винтовка Старого Мира достигает длины аж 131 сантиметр. Впрочем, длина ей только на пользу, потому что у нее подстволен трубчатый магазин, вмещающий 8 8-мм патронов, и заряжаются не туда по одному, что довольно медленно. Еще можно поместить 9-й нападаватель, но досылать 10-х в патронник не следует, так как это противоречит официальной французской военной доктрине того времени, ведь у этой винтовки нет предохранителя. Общая вес превышает 4 килограмма, довольно тяжеловато, и это без патронов. Как и остальное оружие в нашем сериале, Лебель не появилась вдруг из ниоткуда, и поэтому я затрону несколько идей, о которых мы уже рассказывали по ходу нашего сериала. Ведь в конечном счете, Лебель стала переходной винтовкой, как бы мостиком из старого мира дымного пороха в новую бездымную революцию, и она представляет собой кульминацию развития двух конкретных конструкций винтовок. Вернемся, по времени назад, к игольчатой винтовке «Шаспо», основному оружию французской пехоты во франко-прусской войне. Огромные потери той войны, тем не менее, зажгли сердца французского народа, и Франция вновь сосредоточилась на соперничестве с Германией, особенно в деле развития военных технологий и тактики. Ввиду этого, когда немцы приняли на вооружение винтовку «Маузер» образца 1871 года, однозарядную винтовку, использующую патрон с дымным порохом, металлической гильзой и цитальным воспламенением, французы ответили принятием своей винтовки системы «Гра» образца 1874 года. Ее мы уже рассматривали в нашем сериале. Тогда мы еще подметили, что она во многом являлась простой адаптацией предыдущей системы «Шаспо». Во всяком случае, на момент принятия на вооружение, винтовка «Гра» была полностью современной, металлическая гильза была в то время вершиной военных технологий, если, конечно, не смотреть на швейцарцев. Еще в 1867 году они получили на вооружение магазинную винтовку, позволявшую солдату сделать несколько выстрелов подряд, прежде чем ему придется перезаряжать свое оружие. Если вам сейчас это кажется несомненным шагом вперед, то вы явно не генерал 19 века. Магазины сложные и дорогие в производстве, они могут нарушить залповый, равномерный огонь пехоты. А я напомню, это было время, когда войска стреляли друг в друга по команде офицера, выстроенными в линии. Магазины добавляют к оружию вес, и к тому же быстрая стрельба увеличивает расход боеприпасов, а тыловое обеспечение до повсеместной механизации войск попросту могло не справиться с возросшими потребностями. Нет, все же лучше обучать солдат редкой, но меткой стрельбе. Кстати, магазин, конечно, способен увеличить скорострельность бойца в определенный, короткий момент боя. Но в целом, если зарядить 8 патронов в магазине и сделать 8 выстрелов, это займет по времени практически столько же, сколько 8 выстрелов, заряжаемых каждый раз по одному патрону. Поэтому единственный существенный плюс — это та самая короткая серия выстрелов, что, кстати, как раз и хотел французский флот. Как мы знаем из одного из наших предыдущих эпизодов, в конечном счете они обратились к магазинной винтовке системы Кропатчика, чтобы дать своим морским пехотинцам любое преимущество, которое было на тот момент. Ведь им зачастую приходилось высаживаться на берег против численно превосходящих сил туземцев. По сути, флот понял, что при высадке десант предпочитает вести скорострельный огонь на подавление, который позволял быстро сломить сопротивление. Тот факт, что общая скорострельность оставалась неизменной, их устраивал. Главное, что они смогут создать плотный, деморализующий огонь. Испытания магазинных винтовок велись еще с 1867 года, и флот даже пропустил однозарядную винтовку Гра 74-го, чтобы сразу перейти к магазинной модели 78-го года, которая представляла собой гибрид систем Гра и Кропатчика. Со временем армия последовала за флотом, и в 1883 году они создали собственную комиссию по этому вопросу. В 84-м году они снова заседали, но более продуктивно, потому что теперь генерал Трамонт взял шефство над проектом и собрал под своим крылом относительно большую команду инженеров. Начался долгий и кропотливый процесс выбора следующей армейской винтовки. Первый результат вышел в модели 84-го года на основе Кропатчика, эволюции флотской модели 78-го года, и она даже попала на ограниченные испытания, впрочем, никого особо не впечатлило. Дальнейшие изменения привели к модели 85-го года, характерной своей двухсоставной ложей и открытой с боков ствольной коробкой в центральной части. Как и на британской системе Ли, это решение обеспечило очень прочную ложу, а также способствовало экономии древесины. Итак, эволюция винтовки выглядит вполне логично и естественно. Они объединили имевшуюся систему ГРА с австрийской системой Кропатчика. Кстати, про эти винтовки есть отдельные эпизоды нашего сериала. Но в то же время французские офицеры и инженеры уже понимали, что трупчатый магазин отживает свой век. Как я говорил ранее, система заряжания по одному патрону не увеличивает общую скорострельность армии в целом, если только у вас нет какой-то системы ускорения заряжания. Если вы способны зарядить несколько патронов в одно движение, столько же по времени, как один патрон, то тогда скорострельность солдата увеличивается. Как раз примерно в это время появились системы ускорения заряжания. Пачечное заряжение Манлихера было принято вскоре в Австро-Венгрии. И система Ли в винтовке Ремингтон Ли, которую, кстати, мы очень хорошо знаем сегодня как отъемный коробчатый магазин. Ускорение заряжания было не единственным ношенством, появившимся на горизонте. Примерно в это же время швейцарский инженер Эдуард Рубин был погружен в исследование пуль, сконцентрировавшись на высокоскоростной малокалиберной для того времени пули, которая позволяла вести более настильную стрельбу на больших дистанциях, и при этом обеспечивала ту же убойную силу. В принципе, разогнать быстрее и меньшую по размерам пулю в теории просто, но на практике все оказалось сложнее. Первая проблема, что с ростом скорости эти маленькие ребятки просто разрушаются, и Рубин отдел тяжелый на мягкий сердечник в твердую, но не слишком твердую скорлупу, которая позволяла сохранить целостность пули при выстреле и в полете, тем самым изобретя оболочечную пулю. Но оставалась вторая проблема мелкого калибра, ограниченные возможности пороха. Порох горел быстро, но эта скорость фиксирована, и вместить его в меньшую по размерам гильзу, и при этом разогнать пулю быстрее, оказалось не так просто. Конечно, это вопрос решаемый, но остаются другие проблемы. При выстреле порох сгорает не полностью, в канале ствола оседают несгорающие остатки и сажа, которые быстро засоряют нарезы, а это приводит к потере точности, и даже может вызвать подутье ствола. Таким образом, меньше по размеру ствол требовал создания нового типа пороха. Поль Мари Эженвейли родился в Париже в сентябре 1854 года. Сын учителя по математике, он получил образование в тех же школах, в которых преподавал его отец. В двух, так как с переездом отца ему также пришлось переехать вместе с ним. Затем Поль обучался наукам в Барселе, делая упор на математику и химию, и проявляя интерес к приборостроению. С 1872 по 1873 год он обучался на специальных углубленных курсах математики и был значительно знаменитую политехническую школу. Окончив университет, Вьель получил должность в Центральной лаборатории пороха и селитры, где быстро вырос благодаря своему уникальному сочетанию познаний в механике и химии. Он был весьма хорош в приборостроении, и это очень помогло ему в исследовании свойств и стадии процессов взрыва. Благодаря этому, он экспериментально выявил, что нитроцеллюозный порох горит послойно и в рамках этих исследований открыл весьма эффективный способ его синтеза, таким образом, изобретя бездымный порох. Технически он горел медленнее черного пороха, но мог быть спрессован для получения экспоненциального результата на выходе и сгорал практически весь объем в гильзе. Таким образом, он был не только более мощный, но и более чистый. Это был Паудра Би, белый порох. Открытый в 1884 году, он разгонял пулю до более высоких скоростей, с более пологой траекторией полета и без мусора в стволе. Это было большое открытие, и французское правительство сразу же его засекретило. Те, кто в теме, сразу взглянули на имевшиеся магазины и системы в совершенно новом свете. Новые патроны, новая винтовка должны были быть разработаны в глубокой тани. Нужно было правильно распорядиться временем, потому что результатом стала настоящая революция в оружейных технологиях. А замену, имевшейся во французской армии трём миллионам винтовок, вообще приходилось делать впервые. Мы хотим сделать это максимально осторожно и вдумчиво. В общем, когда та система 1880 года на основе кропатчика увидела свет, в обстановке секретности уже кипела работа над кое-чем куда более совершенным. Примерно в это же время, в январе 1886 года, Джордж Эрнест Буланже был назначен военным министром. Осознав потенциал бездымного пороха, он решил, что это он хочет быть тем лицом, которое стояло бы за этой разработкой, когда она выйдет на мировую сцену. Вполне себе реальная возможность прославиться на чужих трудах, так чего же ждать. Сейчас январь. Что ж, давайте затребуем новую винтовку и новый патрон, скажем, к маю. Да, так нормально. После этого как раз пойду в отпуск. Должно сработать, верно? После утверждения сроков подобного рода, громоздкий комитет по выбору новой винтовки разделился на отдельные рабочие группы, каждая из которых занималась какой-то одной частью оружия. Все стороннее было отброшено, и не только из чувства национальной гордости. В основном, просто не было необходимого оборудования и оснастки для быстрого производства чего-то сильно отличного от системы ГРАК-патчика образца 1985 года. Так возьмем ее за основу и просто адаптируем к малокалиберному патрону. Основная проблема заключалась в том, что все предыдущие эксперименты базировались на существующем 11-мм патроне ГРА. Да, это был старый добрый дымный патрон. А разрабатывать каждый раз новую винтовку с нуля под каждый новый вид патрона как-то накладно. Поэтому давайте возьмем уже существующую отработанную систему, прикрутим новый малокалиберный ствол, а гильзу патрона ГРА просто обожмем под новую пулю. Да, вот так мы и сделаем. И раз у нас уже есть вполне рабочая система, нет необходимости разрабатывать систему запирания с нуля, особенно учитывая, что на личинке затвора работает отдельная команда. Таким образом, размеры нового французского патрона были определены двумя людьми. Один дорабатывал существующую гильзу, второй изобретал оболочечную 8-мм пулю, которая в свою очередь основывалась на исследованиях Эдуарда Рубина. В результате получилось, что тупоконечная 8-мм пуля сидела в неуклюже несбалансированной гильзе от 11-мм патрона с выступающим рантом, что в принципе было приемлемым для новой винтовки с трубчатым магазином, но имело долгоиграющие последствия на все дальнейшее развитие французского стрелкового оружия. Кстати, буква М в обозначении нового патрона обозначает мельхиор или нильзибер, материал оболочки. Поскольку старая система одноплечевого запирания гребнем затвора не справлялась с повышенным давлением нового высокоскоростного патрона, некто, полковник Бане, разработал новую систему запираний с симметричными выступами на боевой личинке. Итак, существующая система, новый патрон, новая конструкция затвора и другие общие изменения тут и там, и... что удивительно, они таки получили рабочий образец винтовки к 1-м мая. Это была сборная солянка и уже пару лет как устаревшая по конструкции магазина, но, черт возьми, как она разгоняла пулю. Она просто на голову превосходила всех соперниц на стрельбище, и таким образом оружие претерпело только незначительные изменения в течение следующего года обширных испытаний. Никто по большому счету и не заморачивался насчет магазина и заряжания. Патрон настолько впечатлил всех, что мы просто не можем глаз от него оторвать. Эта штука просто уничтожит всех. Смотрите, это классная вещь. Быстрее летит, чище горит, дальше стреляет. Кроме того, из-за высокой начальной скорости пули выросла дистанция прямого выстрела. Это та дистанция, на которой вы можете поразить грудную мишень, не меняя прицела. А это значит, целиться стало куда проще и нужно меньше возиться с прицелом и дистанция огневого боя увеличивается. Можно сравнить с резкостью на камере. Гораздо больше врагов стало возможно держать в фокусе, не перенастраивая объектив. Итак, в апреле 1887 года винтовка была официально принята на вооружение как модель 1986 года по времени разработки. Конечно, все хотят назвать свое оружие более звучно, чем просто скучное название типа этого. Так, посмотрим. Это магазин кропатчика, затвор Грау совершенствованный, банэ, так что назовем ее система граба некропатчика 1986 года. Нет, это ужасно. Ладно, давайте займем с другой стороны и назовем ее в честь председателя комиссии. Пусть будет система Трамонда 1986 года. И тут, в принципе, надо бы поставить дефис, потому что вокруг разработки этой модели публично фигурировали два основных имени. Первый, конечно, Трамонт, а второй, как ни странно, тот парень по имени Николя Лебель. Он родился в Сен-Миелле в августе 1838 года и в 1955 году поступил в военную академию Сенсир. В 1857 году попал в пехоту в звании второго лейтенанта и во время франко-прусской войны дорос до капитана и командира роты. Однако в сентябре 70-го года был пленен и отпущен только после подписания франкфуртского мира. Будучи вовлеченным в реставрацию вооруженных сил Франции после войны, в 1876 году он получил звание майора и стал напрямую участвовать в разработке новой винтовки. В 1883 году он был назначен руководителем армейской стрелковой школы, которая, кстати, стала также и домом для того самого испытательного комитета. Кроме того, Лебель похожа на Ля Бель, красотка по-французски. Ну а что, очень хорошее получается имя для винтовки. И ведь он тоже участвовал в разработке. Что он там изобрел? А, точно, это как раз тот парень, который отвечал за разработку 8-мм оболочечной пули, которая базировалась на работе Эдуарда Рубина. Ну хорошо, давайте все равно назовем ее Лебель. Звучит красиво и благозвучно. Что, думали, эта винтовка тут у меня сегодня? Не совсем. Если приглядитесь, то увидите некоторые отличия. Но и вас прощаю. Поэтому давайте копать дальше. Подготовка к производству моделей 1986 года началась практически сразу же в центре, в Шоттель-Ро. Это была хорошая встряска, ведь нужно было применить все самые лучшие технологии на первой серии, а это около тысячи винтовок, которые были выпущены в период до сентября 1987 года. После этого три правительственных арсенала запустили полномасштабное производство. В первую очередь, конечно, Шоттель-Ро, затем Сен-Этиен и Тюль. Каждый производитель получил набор буквенных префиксов, которые наносились особым стилизованным шрифтом перед серийными номерами каждой партии из 100 тысяч штук. Новейшие оборудования и оснастка были закуплены в США, и хотя рабочая неделя продолжалась шесть долгих дней, но уже к концу 1892 года производство трех миллионов винтовок было завершено. Этого было достаточно для полного перевооружения армии Франции, ее резерва и заполнения складов. Титаническое достижение. Дальнейшее производство велось затем лишь отдельными партиями до 1904 года, в основном для замены или ремонта изношенных или утраченных винтовок, а также для дооснащения небольших увеличений армии. Производство стволов учитывалось отдельно. Они маркировались двух- или трехбуквенным кодом на самом стволе. Вот, представляю их вашему вниманию. Более подробные данные по маркировке и производству можно найти на английском языке в новой книге некого Иоанна Маккалума, так что не поленитесь, прочтите, если вам интересны детали и нужна более точная идентификация. Новая винтовка, конечно, шла в комплекте с новым штыком. Образец 1986 года был отходом от традиционного клинка. Основной акцент был сделан на максимальной досягаемости при минимальном весе. И таким образом был выбран жесткий и легкий игольчатый штык четырехгранной формы. Более 50 сантиметров длины, вам точно не захочется получить укол от чего-то такого. Как и любой другой новый образец, этот штык претерпел несколько изменений в течение первых лет производства, впрочем, как и сама винтовка. Эти небольшие изменения просто внедрялись в производство по мере появления, без внесения изменений в ранее выпущенные образцы. К 1893 году объем усовершенства не достиг такого уровня, что стало возможным обновить обозначение всей системы. Кстати, это как раз то, что у меня сегодня на столе. Модель 1886 года, модификация 11-3. И пока я буду вам рассказывать об этой конкретной модификации, я обозначу некоторые эти усовершенствования. Ладно, парни, вы только посмотрите на размеры этой пушки. Я постараюсь не задеть ее ничего вокруг. И мы почти дошли. Вот, до самого конца. Хорошо, от этой стороны мы видим замечательную тонкую мушку, выступы для крепления штыка и само основание для его упора вот тут. Здесь у нас стержень с круглой головкой для постановки винтовки в козлы, которая, кстати, была добавлена в 1903 году. А лжевое кольцо с пружиной защелкой было сдвинуто при этом назад. Вот наш ствол, ровно и тонкий, как карандаш, без ступенек, без ничего. Вот заднее лжевое кольцо, ближе к казенной части. Вот тут у нас рамочный прицел с рамкой, сложенной в переднем положении. Подробнее в этом чуть позже. Продолжаем идти назад. И смотрите, что тут случилось. Деревянная ложа разделилась. У нас отдельное цевьё и отдельный приклад. И на самом деле это оказалось весьма важным для конструкции, потому что это простое и прекрасное решение для производства. Для упрощения деревообработки, для придания большей прочности, а также для уменьшения отходов и общей экономии древесины. Действительно, можно использовать для производства цевья не толстые бревнышки, никаких изгибов, ничего. Всё очень просто и эффективно. Да просто толстые палки можно строгать. Вы опять же, посмотрите на размеры приклада. Его можно вытащить из бруса дерева примерно вот такого размера. В общем, отходы минимальны. Кроме того, в целом конструкция получается прочнее. Это разделение действительно предотвращает поломку ложи в самом напряжённом моего месте. Цена за это, что вот тут у нас много тяжёлого металла. Конечно, за всё приходится платить, но учитывая общую прочность конструкции, мне она больше нравится. По принципу действия, это довольно традиционная система, при которой курок взводится при открывании затвора. Так, проверим, что внутри нет ничего опасного. Закроем затвор. Я нажму на спусковой крючок, который, несмотря на своё название, прямой формы. Ударник теперь в переднем положении, курок в пущенном состоянии, как будто мы выстрелили. И теперь, если вновь откроем затвор, смотрите на ударник. Он взводится при открывании. Это был отход от традиционной конструкции игра. Передняя часть затвора, боевая личинка с упорами, выполнена отделяемой от стебля затвора, а поверху идёт гребень с таким пазом, который прикрывает собой отражатель пороховых газов. Мы такое видели на системе Мосина. Также это место потенциально чувствительно к задержкам при стрельбе из-за попадания грязи и всякого мусора. Отдельная боевая личинка, в свою очередь, удерживается на своём месте винтом. Они явно не хотели, чтобы вы разбирали затвор, когда вам вздумается. Нужна как минимум отвертка. И, честно говоря, единственная вещь на этой винтовке, которую я могу разобрать быстро даже с помощью отвертки, это вытащить затвор из ствольной коробки. Но сейчас я не буду это делать. Используйте своё воображение. Нужно выкрутить винт, развернуть под нужным углом, вытащить из-за оружия. Ну, вы поняли суть. Чтобы заглянуть в сам механизм, нужно немного переставить камеру, вот так. А вот наш подаватель, или лоток, или подъёмник, или вы можете использовать любой термин, какой захотите, в зависимости от того, насколько таинственно и запутанно вы хотите выглядеть. Сейчас он в нижнем положении. И далее, если мы заглянем так далеко, что даже камера с трудом увидит вон там, если приглядитесь, есть такое кольцо. Это и есть настоящий подаватель магазина, какие вы, наверное, видели в помповых дробовиках. Этот подаватель выталкивает патроны назад на лоток. Примерно здесь находится отсекатель патронов, поэтому длина самого патрона не имеет особого значения. Отсекатель остановит следующий патрон. Когда лоток опускается снова, он на своём пути отожмёт отсекатель на какой-то момент, освождая патрону путь на лоток. А следующий за ним снова упирается в отсекатель и остаётся в магазине. Это очень хорошо, поскольку больше нет склонности к задержкам из-за разницы в длине патронов. А теперь, если подать затвор назад, более энергично, со смаком, он поднимет лоток вверх. Это потому, что сзади есть небольшой выступ, который находится на пути следования затвора, и затвор, когда доходит путь до конца, там, кстати, есть ограничитель его хода, вот он нажимает на выступ, и лоток поднимается вверх. Тот подаёт следующий патрон, затвор при движении вперёд подхватывает его и подаёт в патронник. А затем, видите, вот тут торчит небольшой выступ. Вот пока он торчит, он готовится нажать на лоток внутри. Так что, если я закрою затвор, видите, готовы, готовы, готовы. Щёлк. Вот в этот момент лоток опускается, и если я снова открою затвор, и мы заглянем туда, то увидим, что он в нижнем положении. А когда я снова отведу затвор назад, он снова поднимет лоток. Но я думаю, вы поняли суть. Мы видели это на винтовках кропатчика, которые, безусловно, оказали огромное влияние на эту систему. Теперь, если вы хотите переключиться в режим однозарядной винтовки, то вам нужно сдвинуть вперёд этот фоложок. Я сейчас напрягусь и покажу, что случится, если вы передвинете его. Так вот, если вы его передвинете при нижнем положении лотка, то вы попались. Усилие тут 18 килограмм. Продолжаем. Бум. Эта штука поднимает лоток вверх и держит его в верхнем положении. Если вы снова закроете затвор, то тут уже ничего не торчит. И вот, раз, и два, лоток остаётся в верхнем положении. Вот вам однозарядная винтовка и полный магазин в запасе. Так, теперь о прицельных приспособлениях. Здесь всё довольно стандартно, хотя они совмещают несколько функций. Если внимательно посмотрите, то увидите риски на этой стороне прицельной колодки. Но у нас также есть и рамка с хомутиком. Если мы сложим её назад, то можем использовать эти указатели для ближних дистанций. Если приключимся в так называемое «боевое положение», то мы можем использовать его на дальности прямого выстрела. Кажется, это 250 метров. Целюсь через вот эту прорезь. Кстати, она немного смещена левее. Видите? Не совсем по центру. Но мушка тоже, соответственно, смещена, так что они работают нормально вместе. Теперь, если вам нужна стрельба на дальней дистанции, в основном для залпового огня, вы просто поднимаете рамку в вертикальное положение и используете указатели на ней. Таким образом, это даёт достаточно большой диапазон дистанций, на которые можно потенциально ввести огонь. И опять же, мы можем сказать, что это модель 1993 года, потому что видим два хомута усилителя вокруг ствола. Кстати, все эти мелкие изменения так и не стали причиной отзыва ранее выпущенных винтовок. Они внедрялись по мере производства. И так бы, наверное, и продолжалось, если бы не принятие нового патрона. В 1898 году Франция вновь оказалась впереди планеты всей и представила спицер, или остроконечную пулю, которая в данном случае была сделана целиком из тампака. Остроконечная пуля ещё больше увеличила точность и настильность траектории полёта. Правда, патрон был вскоре заменён на Бальди АМ, но в данном случае это просто указывало на мотивицированных капсюль. Главным образом было усилено крепление капсюля в гильзе, чтобы предотвратить его выпадение при стрельбе. Внедрение Бальди вызвало модернизацию всех выпущенных лебелей, и не только из-за изменения прицельных приспособлений. Патроники были модифицированы. Новый подаватель был добавлен в турчатый магазин, чтобы лучше направлять патрон с остроконечной пулей. Во время этого обновления все винтовки были приведены к стандарту М-93. И сейчас очень тяжело найти образец в исходной конфигурации 1986 года. Почти все они были переделаны. Ну вот, мы проделали этот путь, ребята, и дошли до того момента, когда получилось именно то, что у меня в руках сегодня. А это значит, что мы можем взглянуть внутрь благодаря анимации от Бруно. Сначала заполним магазин, вставив 8 патронов калибра 8 мм Лебель в трубку магазина. Каждый щелкает, проходя отсекатель. Изначальная доктрина говорит о том, что полный магазин держится в резерве для критического момента боя, поэтому переключаемся в однозарядный режим. Лоток на заднем плане поджат и удерживается боковым рычагом отсечки магазина. В этом положении этот пальцеобразный выступ также опущен, означая, что стебель затвора не задевает его при закрывании. На выходе получаем обычную однозарядную винтовку. Чтобы вновь подключить магазин, отведем флажок назад. Это освободит лоток и позволит пальцеобразному выступу подниматься. Однако, это движение не опускает лоток, поэтому для подачи следующего патрона из магазина нам придется открыть и закрыть затвор. Кстати, в этом оружии используется традиционный спусковой крючок с предупреждением, подпираемый пластинчатой V-образной пружиной. При открывании этот упор в нижней части затвора задевает выступ на задней части лотка. То есть он работает и как ограничитель хода затвора, и как привод лотка. Сам лоток поднят на положение работает как отсекатель патронов. При опускании он качается и на мгновение опускает отсекатель. Это задерживает следующий патрон в момент, когда первый освобождается лотком. И опять, когда лоток поднимается, нижний фиксатор освобождает следующий патрон, чтобы подать его на лоток при следующем цикле. Возвращаясь к основам, у нас тут вполне обычный продольно скользящий поворотный затвор с боевой личинкой, с упорами и зубом выбрасывателя, а также предельно простой винт в качестве отражателя. Но думаю, тут все понятно. На этом мы закругляемся и передаем винтовку Мэй для демонстрации стрельбы. Мэй для демонстрации стрельбы. Мэй для демонстрации стрельбы. Мэй для демонстрации стрельбы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кажется, на 250 метров рамку нужно складывать в переднее положение Но данный конкретный образец немного не такой, он почему-то не любит этого Он попадает в мишень гораздо лучше с рамкой в заднем положении, поэтому мы так и использовали ее на стрельбище А вообще, обычно да, надо перекидывать вперед Ну ладно Давайте вернемся к нашей истории Нам нужно еще рассказать про службу винтовки Лебеля в войсках К моменту принятия ее на вооружение, французские колониальные силы были разбросаны по всему миру Поэтому первое применение новой модели 1986 года происходило против относительно плохого вооруженных недругов Что, разумеется, приводило к неизменной победе французского оружия Наиболее ранний конфликт с применением этой винтовки, насколько я знаю, произошел в Сенегале и Кот-де-Вуаре в 1892 году Они также засветились во время Второй Французско-Дагомской войны Они же однозначно были в руках солдат во время Второй экспедиции Франции на Мадагаскар в 1994 Но там все было решено главным образом артиллерией Оттуда была поездка в Китай и восстание боксеров, где Лебель встал плечом к плечу с другими винтовками, о которых есть свои эпизоды сериала И, в принципе, к 1900 году Лебель уже выдохся Поспешная разработка и постановка в производство, и вот она цена Модель была слишком революционной А ведь раньше армии не спешили внедрять новые технологии, пока очевидное превосходство малокалиберной пули на бездымном порохе не заставило всех шевелиться Очень скоро практически каждая более-менее сильная власть на Земле получила свою бездымную винтовку И у них было вполне очевидное преимущество Они шли по проторенному пути, имели роскошь более рационального выбора и применения технологий, которые к тому моменту уже имелись на рынке Вспомним, основная партия Лебели была закончена в 1892 году Но в это время мы уже видим автровенгерский Манлихер, который был сначала принят с патроном на дымном порохе Потом на бездымном, в карабине образца 1890 года Который после нескольких изменений превратился в винтовку образца 1895 года Эти системы использовали отлично сбалансированный серединный магазин вертикального типа, наполняемый в один прием при помощи пачки Та же технология была усовершенствована немцами в их винтовке образца 1888 года И также применена в итальянской Каркана 1891 года Бельгийцы приняли для обнаружения системы Маузера 1889 года с обойным заряжанием Испытания тех винтовок вместе со своими собственными разработками, включая кое-какие наработки Лебеля Вылились в российскую систему Мосина образца 1891 года, еще одну винтовку с обойным заряжанием Британцы пошли еще дальше, приняв отъемный коробочный магазин Леметфорда Хотя они почему-то не использовали его для, собственно, перезаряжания, так что толку от этого было мало Все эти системы сумели обойти главные недостатки трубчатых магазинов В свое время мы их уже обсуждали, но давайте пройдемся по ним еще раз Трубчатые магазины долго заряжать Обычно они не приспособлены под какие-либо устройства для ускорения заряжания По мере расходования боеприпасов из магазина у них меняется баланс, сдвигается точка равновесия Это также может влиять на колебания ствола при выстреле, таким образом ухудшая кучность и точность Кроме того, такие магазины могут быть потенциально подвержены непроизвольной детонации патронов в магазине Если пуля заднего патрона наколит капсуль переднего, особенно после появления стаконечных пуль И хотя вероятность этого очень мала, но страхи были вполне реальны А в течение нескольких лет работы над этим сериалом я нашел парочку документально подтвержденных случаев Откровенно говоря, Франции нужно было обновление, и они хорошо это понимали В качестве временного решения был принят Бертье, трехзарядный карабин с пачечным заряжением Который в определенных условиях подменял Лебеля Про него мы рассказывали в отдельном эпизоде Правда, Бертье не был настолько хорош, чтобы претендовать на роль основной винтовки Но французы хотели пойти еще дальше и первыми в мире принять на вооружение еще и автоматическую винтовку К сожалению, спешка при создании Лебеля подарила им самый неподходящий для этого патрон Эти неуклюжие штуковины были настоящим проклятием при создании автоматического оружия Они требовали стопроцентного контроля при подаче патрона В итоге, такие виды оружия под 8-мм патрон Лебеля крайне немногочисленны В общем-то, мы поговорим о них в другой раз, и может быть даже посмотрим на такую самозарядку А если вкратце, то из-за ожиданий скорого принятия автоматической винтовки Франция так и не взялась заменить Лебель Они застряли на вооружении и в 900-м, и в 910-м году До тех пор, пока не была объявлена война После этого, грубо 3 миллиона Лебелей на руках стали абсолютно важными Как они показали себя в том конфликте? Вкратце, для Первой мировой в принципе неплохо В первом приближении На раннем периоде войны, армии все еще использовали массированные пехотные атаки И большая часть войск первой линии по обе стороны фронта были вооружены странноватыми длинными винтовками Поэтому поначалу Лебели смотрелись на общем фоне неплохо Медленное перезаряжение было не такой уж ужасной проблемой Частично это компенсировалось емким восьмизарядным магазинам Включая еще один на лотке, всего 9 патронов до необходимости перезарядки Ну а там поищем какое-нибудь место для укрытия, верно? В военное время производство возобновилось, но только в тюле Сначала использовали имеющиеся запасы, потом новые запчасти Всего было собрано лишь 217 тысяч или около того, вплоть до 1918 года А все потому, что эта винтовка уже не являлась стандартным французским оружием на вторую половину войны Она была довольно быстро заменена другим образцом Это не было связано с изменением доктрины или тактики А произошло просто потому, что новый образец был банально проще в производстве Короче, они взяли колониальную винтовку Бертье Ознастили ее стволом и штыком от Лебеля И было им счастье В результате появилась винтовка образца 0715, о которой есть отдельный эпизод сериала Она и стала основной винтовкой Франции в Первую мировую войну по факту Примерно как в США, скажем, образец 1917 года превзошел по количеству произведенных единиц штатную винтовку Спринфилд 1903 И все же Лебелей было очень много на руках И все, что выходило из строя и могло быть отремонтировано, ремонтировалось А поскольку она вовсю использовалась на линии фронта, многие так или иначе повреждались Этой работой занимался Арсенал в Тюле Но вот что интересно, ранее этот завод вообще вышел из бизнеса в 1904 году Но его перезапустили, использовав эмигрантов и беженцев из Бельгии Бывших работников ФН, Фабрик Националь И они не только ремонтировали винтовки, но и производили новые стволы Которые, опять же, могли быть использованы и для ремонта старых Лебелей, и для производства новых Бертье 0715 И в этой связи проявляется еще один интересный момент В траншейных схватках выявилась настоящая неприятность с Лебелем Конечно, прыгать по окопам с такой длинной и тяжелой винтовкой было непросто, я уверен Но дополнительные неудобства проявились при стрельбе на коротке, которое требовало быстрого инстинктивного прицеливания Некоторые Лебели, прошедшие ремонт, всплывают уже с новыми прицельными приспособлениями, которые они получили во время или уже после Первой мировой войны Опыт боев в окопах показал, что эта классная тонкая мушка на Лебели не так уж и удобна при быстрой вскидке на коротких дистанциях И прицел был заменен другим, более широким Мушка толщиной почти 5 мм и широкая прорезь прицела были более удобными А если вам нужен был дальний точный выстрел, можно использовать для этого вот этот небольшой паз по центру мушки Кроме того, во время войны часть Лебеля оснащалась дополнительными крышками ствольной коробки, которые двигались вместе с затвором Опять же, вы можете узнать больше об этой и других особенностях из книги мистера Яна Маккалума или из таких вот видео с канала «Забытое оружие» Итак, прицел немного поправили, а в грязи прикрыли Ну и правда она все еще длинная и неуклюжая, тут уж ничего не поделаешь Так, что еще можно сделать с этим Лебелем? А, Рузали Штык, названный так по мотивам песни, которую вы недавно слышали Но сначала убрали этот крюк, который предназначался для постановки винтовок в козлы Но он постоянно зацеплялся в бою и с введением на самой винтовке М-93 специального стержня потерял свое значение Во-вторых, они упростили клавишу для защелки, для удешевления производства, просто стало меньше скругленных углов Оптимизация материалов позже привела к изменению металлических накладок в рукояти Сначала они делались из мельхиора, затем были заменены латунными А когда и латунь стала в дефиците, материал накладок заменили на литые, из железа или ковкого чугуна И это, пожалуй, все по модификациям стандартного Лебеля Ни одна из этих модификаций не устранила ее главные недостатки По сути, эта винтовка была, возможно, самой худшей пехотной винтовкой первой линии той войны О, ужас! Или была ли она самой худшей? Это сложно сказать Она была достаточно точной для установки оптики, и у нас есть целое отдельное исследование, посвященное снайпингу в годы Первой мировой Конечно, и другие винтовки комплектовались оптическими прицелами И какие-то из них, конечно, превосходили в этой роли старую француженку Кажется, я тут пытаюсь найти хоть что-то, в чем Лебель была бы лучше, чем другая винтовка Но, кажется, Лебель мог запустить ружейную гранату через поле боя лучше других Видите ли? Винтовки упирали прикладом в землю перед выстрелом ружейной гранатой И сила отдачи такого выстрела с высоким давлением в стволе просто сжирала ложи и приклады винтовок, если не их боевые упоры в затворе И мы часто видим, например, такие меры, как на британской Lee Mark III EY Ложа этой винтовки перетянута проволокой, чтобы предотвратить ее поломку или отделение накладки от винтовки во время стрельбы ружейной гранатой У Лебеля с его раздельной двухкомпонентной ложей такая стрельба не причиняла никаких повреждений Длинный ствол помогал справиться с давлением, а также целиться точнее, создавая таким образом идеальную основу для одного из самых важных видов французского оружия той войны Ружейной гранатой Vivienne Bessiere Устройство, которое стало решающим ответом Антанты при штурме пулеметных гнезд Как мы рассказывали в эпизоде про пулемет Шоша, французские стрелки работали в связке с пулеметчиками Приближаясь, подавляя и уничтожая гранатами расчет пулемета Ну вот, это первый пункт бесспорных преимуществ нашей винтовки К сожалению, это и последний пункт, он единственный В целом, можно сказать, что Лебель был поспешно создан, а потом состоял на вооружении слишком долго Поскольку они ожидали скорейшего появления новой винтовки Мечты, которая уже маячила на горизонте Немцы же, ускорив работу над своим ответом Лебелью, завершили ее в более продвинутой Гивер 88 Она оказалась не лишенной недостатков, поэтому спустя 10 лет они обновились новые Гивер 98 И это была фантастическая винтовка Был принят и карабин, который оказался не так хорош, поэтому позже его переделали так же А французы все еще оставались со своим Лебелем и в качестве временного решения Бертье в разных вариациях Во время войны система Лебеля показала себя, скажем так, адекватной И, как я говорил, в принципе, была заменена производством системой Бертье Но как символ эпохи, Лебель был весьма узнаваем и с имиджевой точки зрения оказался просто не имеющим себе равных На плакатах того времени использовался практически эксклюзивно Лебель был определенно своеобразной иконой, неотделимым атрибутом Пайлю Как называли французского пехотинца времен Первой мировой А Бертье выглядел ординарным и даже странноватым После войны Лебель был объявлен устаревшим в 1920 году Но это только послужило сигналом для остановки производства Экономический спад, политическая нестабильность и очередная программа по разработке самозрядной винтовки Как всегда, самой лучшей! В этот раз мы точно ее получим! Содержали попытки списать винтовки Лебеля и Бертье Таким образом, старый образец 1886 года был вновь модернизирован Например, адаптирован к обновленному патрону BAL-N Но эта история не входит в наш обзор сегодня Большинство французских винтовок на рынке выдают клеймо на патроннике Обозначающие эту модификацию, которая была проведена в 1932 году Буквально через несколько лет они наконец приняли на вооружение новую винтовку и новый патрон Система обозначалась как МАС-36 в калибре 7,5 мм Правда, патрон был принят несколько раньше И у Лебеля было время на конверсию под патрон 7.5 и заряжание из обоймы Также был введен новый серединный двухрядный магазин Здорово, но конверсия была признана слишком дорогим для массового производства процессом И М27 остались довольно редки Вместо этого использование Лебелей продолжалось как есть Вплоть до 1937 года, когда их ремонт был окончательно остановлен в тюле Но так случилось потому, что это самое оборудование, которое они использовали для ремонта Стали применять для еще одной конверсии Лебеля Это был карабин R35, который на самом деле был просто дешев Та же система подачи, все то же самое, но об этом образце как-нибудь в другой раз Получилось так, что на момент начала Второй мировой войны, несмотря на множество более поздних Бертье Лебель все еще была в строю Большинство в укороченной версии Конечно, основная их часть находилась в колониях, но и там проходили довольно интенсивные боевые действия Хотя об этом опять же в другой раз Вместо этого мы просто отметим на карте все те места, где эта не совсем маленькая винтовка использовалась по миру Посмотрите на это! Почти везде! Много или мало, но согласитесь, значительное достижение А кроме того, она оказала большое влияние на историю оружия И нас все еще волнует мнение как минимум одной женщины-стрелка Так что давайте позовем сюда Мэй и спросим ее мнение об этой длинной руке по Илю Итак, в этой части нашего шоу я беру винтовку и ее стрелка и вновь их соединяю Вот это случилось! И теперь давайте спросим у Мэй ее мнение по обращению с этой винтовкой Итак, первое впечатление от нее, как она в руках, как тебе ее эргономика Помимо того, что она устаревшая, как она вообще ощущается? Что тут происходит? Ну, ребята, первонаперво, эта винтовка длиннющая, и она очень тяжеленная Но когда я впервые взяла ее в руки, она на удивление хорошо сбалансирована Неплохо, думаешь? Да, супер, я справлюсь, баланс хороший, получится нормально пострелять И как только начинаешь заряжать патроны, начинаются проблемы По мере наполнения магазина, центр тяжести смещается вперед Не фантастика, надо сказать И ведь хотя бы могли добавить полупистолетную шейку здесь, на прикладе Она бы помогла мне удерживать винтовку плотнее и компенсировать ухудшение баланса Но, да, забудь об этом Вот еще одна вещь, на которую я обратила внимание Цевье на этой винтовке немного гуляет, но, как ни странно, это никак не влияет на результат Я вообще не заметила, чтобы это каким-то образом повлияло на стрельбу Да, на этом конкретном образце вот так Кстати, многие из них плотно сидят, на некоторых гуляют немного, но так это старые винтовки, им по сто с лишним лет Но интересно отметить, что ты опасалась, что этот люфт попьет крови Да, если посмотрите, то видно, что люфт довольно значительный, но во время стрельбы мне действительно показалось, что это совершенно не влияет на результат Ты постоянно об этом упоминала, когда возилась с этой винтовкой, что как только выжимаешь спуск, все остальное уже не играет роли Ну ладно, хватит об этом Допустим, что подгонка фурнитуры не так существенна в плане точности Хотя, знаешь, мы стреляли на близкую дистанцию, если вы переставили мишень подальше, может быть, недостаточная жесткость, плюс этот тонкий ствол испортили бы нам точную стрельбу В общем, это может быть проблема, а может и нет Я думаю, мы запишем этот вопрос на будущее и посмотрим, кому его можно задать Так, ты упоминала прямой приклад без полупистолетной шейки, и я хочу сказать, что маловероятно, что им пришлось так сделать Ведь вся эта конструкция экономила на древесине И мы говорили об этом ранее, но еще раз, чтобы получить такую ложу, нужно специально для этого обрабатывать всю заготовку в соответствии со структурой древесины по всей длине ложи И если кто-то отказался от полупистолетной шейки только из-за упрощения производства, то это явно были не французы Мне кажется, они просто не ставили ее в приоритет, а если учесть, что эта винтовка рассматривалась больше как однозарядная, они предпочли прямую шейку приклада просто потому что так удобнее и быстрее стрелять по одному патрону, поднимая ее от бедра каждый раз после заряжания То есть они не рассматривали ее исключительно как магазинную и не заостряли внимание на полупистолетной шейке приклада Согласна, но проблема именно с этой моделью. Как я говорила, такая форма ложи помогла бы мне с балансом, когда можно плотнее прижать винтовку к плечу, как мне кажется Да, когда стреляешь с рук и весь этот вес давит на левую, то разгрузить ее правой рукой упором в плечо было бы весьма кстати Да, давайте поговорим собственно про механизм этой винтовки Я бы не сказала, что он какой-то особенно тугой или плавный, скорее что-то среднее Курок взводится при открывании затвора и мне бы хотелось, чтобы эта рукоять была чуть длиннее, чтобы был побольше рычаг, тогда обращаться с затвором было бы намного легче И я не знаю, видите ли вы это в кадре, я отдельно вставлю фото, и видите, тут небольшой вырез сверху на гребне затвора и мне кажется, он будет чувствителен к попаданию туда грязи и прочей дряни И к сожалению, это такая конструкция, тут есть небольшой выступ и когда поворачиваешь затвор, нужно завести вырез на выступ и если там окажется посторонний предмет, то затвор может заклинить и сразу придется чистить, выдувать этот мусор или что-то еще Мы видели такое на Мосине, а ребята с канала InRange, на стрельбище по-нашему, проводили испытания винтовки Мосина грязью, и паз действительно забился, и на это постоянно приходится обращать внимание Это из-за того, что боевая личинка с упорами выполнена как отдельная деталь от стебля затвора, и они должны как-то соединяться при экстракции Это решается через гребень затвора Вырез проходит в выступ, затем стрелок тянет затвор назад вместе с личинкой, но когда гребень затвора в нижнем положении, в паз может попасть что-то постороннее, и его приходится прочищать Такая вот потенциальная причина для задержек, а между тем ее легко исправили в более поздних системах Ну да, помню ты говорил, что сюда поставили кожух, который прикрыл затвор, и хотя это не было стандартной комплектацией, но в этой ситуации явно было полезным Это была крышка военного времени Да, что еще сказать про работу механизма и затвора? Это вообще какой-то вредитель, убийца суставов локтей и плечи во время стрельбы, через какое-то время он утомляет, как мусин, может и не так сильно утомляет, но, как мне кажется, через несколько передергиваний стрелок заметно устает Вот, например, вы заметите, если я открываю затвор мягко, лоток не поднимается, и патрон не попадет в патронник Его нужно дернуть, чтобы лоток поднял следующий патрон, об этом нужно помнить, и, к сожалению, может случайно дернуть слишком сильно, и у нас такое случалось Когда патрон вылетал из винтовки, понимаете, целый патрон тоже вылетал, то есть не просто выкинул гильзу, но, понятное дело, стрелянную гильзу-то выкинул, но за компанию выкинул и целый патрон, который лежал на лотке Не сильно помогает в бою, знаете ли, и приходится передергивать затвор еще раз, чтобы дослать патрон в ствол, не лучшие решения, на мой взгляд И, к сожалению, об этом постоянно нужно помнить, и это не та винтовка, из которой можно стрелять в течение долгого времени, ни о чем не думая Отсечка магазина? Но она невероятно тугая, я пробовала раньше несколько других, не скажу, что заметила разницу Они все такие тугие, и я не знаю, это из-за возраста винтовок, или они так сделаны, но неважно Они все невероятно тугие Там сразу несколько пружин под этим рычагом Да, я не удивлюсь, что они все такие изначально Ну, а помимо этого, я думаю, что это все Я рассказала все свои впечатления Ну, знаешь, она сильно напоминает кропачика Ну, как бы это просто бездымный кропачик и есть, с небольшими изменениями По мне, так основное отличие, это вот эта стальная ствольная коробка Выглядит, конечно, современно, и тут есть большая польза А потом... потом все Ты говорила, эта винтовка напоминает тебе дробовик? Ну да, вроде того Что вот деревянное ложе состоит из двух частей, а посередине железная ствольная коробка Просто сильно похоже, но только внешне, не более Ну да И, кстати, такая же проблема есть у кропачика При подаче патрона в ствол, если затвор закрыт, а винтовка в однозарядном режиме И вот ты выбросил гильцу, переключил рычаг Ну, в общем, подключил подачу патрона с магазина Тебе сразу патрон не подадут Придется закрыть затвор, снова открыть И только тогда вот тебе патрон То есть один цикл в холостую, как на кропачике Что, кстати, невероятно раздражает Но, к сожалению, у них такая конструкция Не получается сделать все быстро, в одно движение Ну, вроде того Нет, как армейская винтовка Эта система с трубчатым магазином была уже мертва Спустя буквально год после своего рождения Она весьма не вовремя появилась Но на тот момент магазин кропачика — это все, что было Кстати, о длине Я бы хотел сделать оговорку Мы говорили, что трубчатый магазин был устаревшим Длина нам тоже, кажется, сейчас чрезмерной Но на тот момент это было не так В то время кавалерия еще вовсю воевала, а пехота стреляла из линий Не всегда, конечно, постепенно от этого отходили Но на тот период пехотная винтовка должна была быть достаточно длинной Для залповой стрельбы из линейного построения на дальние дистанции То есть чрезмерная длина была обоснована Особенно, если мы вспомним Розалей Да, я хотела упомянуть ее позже Ты говорил, что они были озабочены уменьшением веса, поэтому он такая легкая Ты знаешь, Безнужин — это очень легкий штык И можно сказать, что они действительно максимально снизили вес Но проблема, по которой они все еще хотели оставить такой длинный штык Это потому что рукопашные схватки все еще были ожидаемыми А кроме того, все еще присутствовал элемент старой школы, эдакий гвардеец старой закалки Который рассматривал стрелка со штыком некой альтернативой пикинеру А также готовил отражение кавалерийских атак с винтовкой, как с холодным оружием Конечно, это очевидно сейчас, что имея на руках скорострельную магазинную винтовку Проще застрелить всадника, а не пытаться рубиться с ним в рукопашную Но в те времена, понимаете, военные доктрины тех лет еще не переключились полностью Итак, все это понятно, этот магазин, тут ничего не поделать Но если говорить о стрельбе, когда ты выжимаешь спусковой крючок, что происходит? Ну, вы уже видели видео со стрельбища, но я вам просто расскажу поверхностно Я уже говорила о механизме, подаче патронов, мы там уже были Когда же я прицеливаюсь, это интересно И знаете, может там такая мушка была, подстроена лучше что ли Но мне показалось, что с прицельной рамкой, перекинутой назад, эта винтовка стреляла точнее, чем в боевом положении, сложенной вперед На этой винтовке? Конкретно на этой? Не на всех на них Нет Вы знаете, это было довольно необычно для нас на испытаниях выявить такую разницу Но да, мои результаты были лучше, когда я перекинула рамку назад И это определенная индивидуальная особенность конкретно этого образца Что-то новое Но она много лет была в частном владении, кто-то мог и не знать, что нужно на близких дистанциях складывать рамку вперед Исходя из этого, мог не мог подпилить мушку для того, чтобы подогнать точность Мы уже никогда не узнаем Но в любом случае, прицел все еще регулируется и позволяет целиться, и это хорошо Именно Итак, двигаясь дальше от прицельных приспособлений Это спусковой крючок Очень прямой Спуск курка проходит с предупреждением В начале нажима вы просто ничего не чувствуете Потом вторая ступень, когда он становится очень тугим, и момент срыва сшептала очень четкий и предсказуемый Это очень классно Отдача, я бы сказала, весьма значительная Я хочу сказать, вы знаете, 8-мм либель, очень хороший патрон Винтовка достаточно тяжелая, поглощает отдачу Но вот этот затыльник приклада, он делает очень больно плечу Я имею ввиду, он такой угловатый и напоминает мне систему 95-го года Да, Манлихер, 1895-го года У него острые грани на затыльнике приклада, которые как будто давят в плечо сильнее, чем надо бы На Алибеле затыльник более сглаженный, конечно, но все еще довольно выпуклый И даже совсем немного, но уже чувствуется Да, он ощущается как раз по центру этой выпуклости Но такое ощущение, что боковые грани тоже выпирают немного, и все это давит в плечо Под конец дня я ощутил это весьма отчетливо Да, к тому же масса винтовки довольно значительная, и в какой-то степени это усиливает давление И не забывай, еще цевье болтается на этой винтовке, что не способствует плотному хвату и может влиять на отдачу Впрочем, 8-мм Лебель сам по себе довольно сильный патрон, и легается он прилично По силе отдачи он воспринимается ближе к 30.06 И кстати, я беседовал по поводу именно 8-мм Лебеля-Судни, которые стреляли из него Что-то есть в этом патроне, что не отражается в джоулях дульной энергии Это фактическая отдача Что-то в этом патроне делает ее некомфортной, неуютной Практически в любом оружии под этот патрон Почему? Сказать не могу Не понимаю Что-то Сам ли патрон, или оружие под него каждый раз так конструируется, но постоянно легается Итак, сильная отдача, спуск, прицел Да, эти прицельные приспособления просто ужасны во всем Да, они мелкие, верно? Они невероятно мелкие, как я не знаю что Эта винтовка такая длинная, прицельная линия просто фантастическая И вот тут, блин, эти малепусенькие прицельные приспособления, что это такое? Думаю, они много на этом потеряли, не использовали все возможности Но мне кажется, по стрельбе это все Я хочу сказать, да, она была довольно точная Но я хочу отметить, что в какой-то момент, после нескольких выстрелов Заметила, что пули летят чуть выше и правее И я смогла внести поправку Я попадала чуть выше центра, буквы А Примерно в середине серии я внесла поправку И кажется, последние 5 или 6 пуль пустила практически в центр мишени Почти идеально, они легли в букву А, куда я и хотела в тот момент Так что да, откровенно говоря, я считаю, что она довольно точная Учитывая дистанцию, на которую мы стреляли Да, не забудь, мы уже говорили, что они внесли изменения Сначала эти мелкие прицельные приспособления были стандартными И они должны были быть такими же и на 0.7.15, и Бертье, и других подобных А потом они поняли, что такая мушка неудобна для ближнего боя И ты уже видел эти Бертье с более широкой мушкой и прорезью Если бы тебе пришлось стрелять на вскидку Ты бы предпочла эти миленькие, мелкие прицельные или более широкие, как на Бертье? Я предпочту широкие, потому что эти так трудно считывать Особенно при стрельбе на вскидку Но пришлось использовать то, что есть, к сожалению Ну да, хотя вот мне, например, показалось, что Бертье очень неудобные для меня Потому что этот маленький пас на мушке очень непривычный Это что-то противоположное тому, к чему я привык Но кроме этого, широкая мушка может перекрывать полностью то, что ты целишься Особенно если мишень мала по размерам и находится далеко А это не способствует точности на рубеже Но мы стреляем по неподвижным мишеням Это не бегающие малоразмерные цели Я целисть в стоящую, относительно крупные мишень размером с человека А в этих условиях для этих мишеней эти прицельные приспособления скорее неудобные Потому что действительно трудно видеть то, куда смотришь Правильно, я готов поспорить, что эта мушка хороша на дальних дистанциях И именно этого и ожидали, когда принимали эту винтовку на вооружение Однако более крупная мушка и широкая прорезь прицела оказались более удобными в условиях Первой мировой Ну хорошо, все это поводит нас к финальному вопросу, который звучит так Насколько уверенно ты бы чувствовала себя с ней на поле боя? И я хочу всем напомнить Мы обсуждали не так давно российскую винтовку Мосина Нагана И хотя она превосходила эту винтовку технологически У нее были определенные проблемы с качеством Которые делали ее нестабильной От образца к образцу очень сложно предсказать Что за винтовка тебе попадется, какого качества сборки И кроме того, она также утомляет стрелка Как ты говорила, это оружие явно сделано под хорошим контролем Все либели стреляют как должны и качественно собраны То есть либели надежны, но используют устаревшие технологии Это самая старая винтовка на бездремном порухе, которую только можно найти И она также утомительна при стрельбе То есть мы в принципе можем сравнивать примерно равноценные образцы, если говорить о Мосине Итак, куда попадет либель, если Мосин в свое время получил мягкое нет? Что на этот раз? Итак, да, Мосин получил мягкое нет Потому что нельзя быть уверенным в том, получишь ли ты хороший образец или плохой Это просто лотерей какая-то, что тебе достанется Но с либелем другая история Тут есть определенное постоянство Можно гарантировать, что ты получишь хороший либель Так что может быть это и винтовка с трубчатым магазином Но по крайней мере это бездымный порох Серьезный патрон Восьмимиллиметровый либель достаточно хорош У него хорошая убойная сила Летит прямо, бьет больно Да, именно так И стреляет он тоже надежно Честно говоря, на стрельбище я ожидала куда более худшего результата И ничего, в винтовке вон сто лет, а стреляет она вообще замечательно Фантастика Так что я ставлю либелю, да Но это не был бы мой выбор оружия, имея я такое право То есть если бы пришлось идти с этим на войну, я бы его взяла Но если бы, к примеру, был выбор между ним и Бертье, то не факт, что я взяла бы именно либель Ну объективно говоря, тут все довольно непросто Потому что вот я, например, если нужно сидеть в окопе, я бы ее взял Если нужно метать ружейные гранаты, взял бы Если я был снайпером, я бы, наверное, тоже ее взял Хотя, конечно, я не так много знаю высокоточной стрельбе и точности стволов А вот если бы пришлось выйти из окопа? Вот в этом-то и проблема Не так-то просто выпрыгнуть из окопа с этой штукой Мы должны еще раз показать вам эти кадры с Первой мировой войны Пехотинцы покидают траншею через Бруствер Первый солдат на переднем плане с винтовкой Бертье И он просто выпрыгивает из траншеи И вы видите, как на заднем плане парень с чем-то похожим на либель буквально выкарабкивается из окопа И мне бы не очень хотелось тратить так много времени с таким усердием Особенно учитывая, что нет возможности быстро перезарядиться Есть только то, что в магазине и к тому же еще нужно приноровиться к самому оружию Нет, я не говорю, что это тяжело Нужно просто привыкнуть И это нужно даже с Ли Энфильдом, который людям-то нравится Как только научишься заряжать Ли Энфильд, он становится очень послушным и плавным Мне нравится, да Но мы говорим о рекрутах Мы говорим о минимальном периоде обучения Оружие, которое работает максимально просто, естественно, будет наилучшим И все эти заморочки сильно опускают либель в рейтинге Хотя он был исключительно передовым для своего времени И когда я высмеиваю магазин, я делаю это за то, что он просто не был последним словом техники Но он был вполне адекватный и по-своему совершенной конструкцией на тот период Просто уже на следующий год все стали одержимы ускоренным заряжанием То есть французы просто немного не попали со временем Но когда мы говорим о Великой войне, мы ступаем на зыбкую почву Либель становится не той винтовкой, с которой мне было бы комфортно Я бы дал ей нечеткое «да», но, черт возьми, насколько нечеткое Да, ты в той же группе, что и я, и, честно говоря, мне кажется, что эти оценки в целом совпадают с тем, что мы обсуждали в начальном выпуске Тогда эта винтовка также с натяжкой получила наше одобрение Да, но мы ведь говорили «да» и некоторым системам на дымном порохе Да, говорили, как ни странно Это были магазины и системы, и обычно это были карабины Что-то я не припомню, чтобы мы одобрили длинную винтовку на черном порохе Потому что на короткой дистанции отставание дымаря не такое принципиальное Ты все равно попадешь, куда целишься Маневренность ценится куда больше, а тут наша система серьезно проигрывает И тут такая странная ситуация Длинная архаичная винтовка с подствольным тумчатым магазином, но с патроном на бездымном порохе Действительно ли этот патрон окупает недостатки перед карабином на черном порохе? Я бы поспорил, что, наверное, больше нет, но зависит от использования оружия Согласна, это действительно зависит от реальных условий Что именно ты собираешься делать? Если ты застрял в чистом поле и нет нужды много передвигаться, то да, эта винтовка хороша для дальней дистанции Согласна с тобой, но если нужно вставать и двигаться, тут будет сложнее Эта штука заставит тебя понервничать, я имею в виду, серьезно понервничать Время передвижения с ней под огнем А еще ее нужно держать в чистоте все это время Должно показаться странным, что Либель получил более высокую оценку, чем Мосин Я получаю много негатива на это Но, допустим, брак несколько штук на миллион, но он может проявиться Поэтому я все-таки осторожен с Мосиным Мне кажется, он немного переусложнен А эта винтовка, наоборот, слишком примитивна кое-где Лично я люблю Мосина, но я не рассматриваю его как винтовку, которую взяла бы в бой При этом я вполне довольна моей личной винтовкой, Мосина Но все равно, и ее не возьму в бой Ну ладно, мы опять уходим от винтовки, которая сегодня у нас тут Ура! Возвращаясь же к ней, можно подытожить, что мы даем Либелю наимягчайшей из всех «да» Но все же это символ Пайлю, французского пехотинца Первой мировой войны И представьте только те сражения, через которые она прошла в той войне Хорошо, что у них была та отличная пушка 75 миллиметров Она получает кучу «да» Ну отлично, надеюсь, вам понравилось, ждем вас в следующих выпусках Всего хорошего Пока, ребята Субтитры сделал DimaTorzok О'Клиас и я, мы продолжаем в следующем выпуске Таким образом, мы снова снова будем в следующем выпуске В этом выпуске, мы снова будем в следующем выпуске Промисс, мы будем в следующем выпуске Для того, чтобы мы снова вернемся на нашу выпуск Follow us on Instagram Otherwise, as always, thank you all for the support And hope you all enjoyed this much-needed remake Of our first episode Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!